Как ни крути, но мы, наверное, никогда не перестанем удивляться тому, что происходит на просторах Мордора. Что ни возьми, на какую сферу ни глянь, везде сплошная дикая хохма. Ну правда, Рашка же во всём умеет выделиться. И это далеко не в позитивном смысле слова. Сегодня всё именно так. Возьмём, к примеру, их феноменальное умение позориться с установкой всевозможных памятников, инсталляций и скульптур. Нет, конечно же, искусство — это дело субъективное, и критиковать его — такая себе идея. Но мимо шедевров великодуховной страны пройти просто нереально. Для начала, потому что они дико пугают и устрашают. Ну нахер. Отец! Ну ты видел? Вы же помните вестника апокалипсиса Алёнку из Нововоронежа? Хотя, что мы спрашиваем, такое забыть уж точно не получится. Монстр какой-то, глаза как у зомби. Так вот, оказывается, эта распрекрасная девица обзавелась кучей родственников по всей Арафии. Есть у неё сестрица из Новосибирска. Группа скульптур состоит из двух мальчиков, запускающих воздушного змея, и девочки с собачкой. Её то лицо впечатлило горожан. Автор проекта Артём Ледяев утверждает, задумка была позитивной, носила дружественный характер, но в процессе что-то пошло не так. А также неплохо было бы вспомнить и её кровожадную тётушку беременную Терешкову. Именно так в сети прозвали памятник первой женщине-космонавту, который установили в Челябинске в конце 19-го года. Скульптура выглядит так, словно Терешкова на последних сроках беременности. Хотя скульптор изобразил не округлившийся живот, а шлем от скафандра. Знаете, во сколько денег обошлась эта мегакомпозиция? 27 миллионов рублей. Местные жители и даже некоторые чиновники раскритиковали арт-объект. Люди потребовали заменить монумент на что-то более человеческое. С чем, напомним, у Рашки наблюдаются большие проблемы. Лично у меня данные скульптуры вызывают когнитивный диссонанс. Конечно, та скульптура, которую сделали категория скульпторы, совершенно не походит на Терешкову. И, конечно, его нужно демонтировать. Стоит перебороть свой страх и поближе рассмотреть также вот этих красавчиков из Нижегородской области. Скульптура счастливых молодожёнов. Страшно красивую композицию открыли в Павлове около ЗАГСа. Местные соцсети гудят и сравнивают скульптуру с жуткой Алёнкой из Воронежской области. И не зря гудят. Вы просто посмотрите на эти «милые» в кавычках мордашки. Жители обсуждают качество исполнения скульптуры, её уместность и примерную стоимость. И советуют властям скорее избавиться от дровосека и бугала, как прозвали персонажи памятника. Согласитесь, прям мотивируют выйти из ЗАГСа и сделать первые фотки счастливой семейной жизни возле этой влюблённой чугунной парочки. Ну, лицо какое-то страшненькое, конечно. Ну, когда посмотрел, что глаза на выкати, что-то у меня стало как-то это. Она либо отчасти у неё выкатились, либо не поймёшь, чего. Недалеко от этих двух ушёл и братец Иванушка из республики Коми. А точнее, памятник десантнику, который торжественно открывали в городе Ухта. Этот монумент давно задумывался активистами, однако его нужно доработать. Отличный собирательный образ с очень высокоинтеллектуальным выражением лица получился, ничего не скажешь. Лицо фигуры десантника далеко от моего представления о мужественном и волевом облике. Думаю, что памятник должен быть доработан. Хотя всё логично, вы же видели тех великих недовояк, которые приезжали Киев за три дня захватывать? Сходство налицо, как говорится. Так что непонятно, чем жители Ухты вообще недовольны. Тут плохо всё. Начиная от анатомии и заканчивая штанами. Такое впечатление, что воятель не видел живого стоящего человека. Поза, в которой стоит человек, называется контрапост. Это проходит во втором классе художественной школы. Странно, как такое вообще могло пройти согласование в городском управлении архитектуры. Апокалиптичная Алёнушка, которую мы вспоминали в начале сюжета, действительно задала хоррор-тренд по всей стране болот. Давайте посмотрим и на её жениха-лыжника, которого совсем недавно установили в городе Кунгур Пермского края. Памятник лыжнику. Короче, как всегда, получилась пугающая ржака. Русский мир и изобразительное искусство – это просто гремучая смесь. Какие выборы? Какая медицина? Такое искусство. Для сравнения, слева памятник, который в Италии построили 520 лет назад. Леонардо да Винчи вообще стало стыдно и грустно за бесцельно прожитые годы. И, наконец, последний арт-объект из этой стрёмной семейки. Вашему вниманию русалочка из Заполярья. Набережную Кандалакши теперь украшает скульптура русалочки. Русалочки. Накануне памятник торжественно открыли, а сегодня его уже обсуждает вся страна. Что тут скажешь? Может, это всё в рамках борьбы РФ с ненавистным западным? Мол, забудьте образ миловидной красноволосой Ариэльки из диснеевского мультика. Вот вам отличная великодуховная альтернатива. Русалочка собрана вся из шестерёнок и гаечных ключей. Зрители, конечно, требуют пояснений. К примеру, почему принц маленький, а русалочка держит его в крепкой железной руке. И что у неё с лицом? Да, тут правильнее было бы спросить, а что вообще с Россией не так? Почему у них всегда всё глупо, топорно, безвкусно и нелепо? Это Россия! Наверное, только вражки в городском сквере могут умудриться установить, казалось бы, безобидную скульптуру в виде капли воды, но похожую на игрушку интимного характера. В станице Северской на Кубани уличную скульптуру в виде капли воды приняли за объект из секс-шопа. Фигура, возведённая в сквере Островок, напоминала населению станицы, извините, анальную пробку. Капля воды — это довольно популярный арт-объект в разных уголках мира. Но, кажется, только в Эрефии смогли настолько с ним опростоволоситься, что неоднозначную капельку стоимостью на минуточку 17 миллионов рублей пришлось демонтировать и отправлять на доработку. А где ещё, как не в Россиюшке, могут торжественно открывать памятник, которого по факту ещё не существует? Памятник местным комсомольцам. Правда, есть небольшое «но». Самого памятника там нет, есть только постамент, а саму стелу рассчитывают установить в следующем году, к столетию основания организации в Новосибирске. Якобы чтить и уважать откровенных фриков — это тоже в стиле рашки. Ещё не забыли ничтожного и упоротого херсонского коллаборанта Кирюху Стримаусова. Вижу пагоды в Шри-Ланке и Корею, и Китай. Где бы я ни ехал в танке, всюду мой любимый край. Так вот, прошлой осенью ему в аннексированном Крыму памятник, блин, открыли. Вот это поистине великий человек был, что аж статую в свою честь заслужил. В Симферополе открыли памятник погибшего год назад Кириллу Стримаусову. Но это ж надо, сами избавились от этого отработанного предателя, выполнившего свою роль в оккупации Херсона. А потом ещё и монументы с очень грустными физиономиями ему открывают. Скорбь утраты во всё изображают. Театр по вам плачет, ребятки. Таких людей сейчас мало, которые горят своим делом, жизнь в нём горела. Чувствовалась энергетика такая очень мощная, очень правильная, очень позитивная. Поэтому что хочется сказать? Вот в сложные времена, в стране всегда не хватает вот таких людей. Ярких, самоотдачи, самопожертвования. Вот Кирилла нам будет не хватать. А ещё не обходится у них на болотах беспозорных ошибок. Перенесёмся в небольшой посёлок Васильсурск Нижегородской области. И посмотрим, какой интересный бюст Екатерине империатрицы Всероссийской там установили. Думаете, мы что-то неправильно прочитали? А нет. Империатрица. Ну ладно, с кем казусов не бывает. Но вы сами видите, что на болотах их не просто много, а очень много. И одно дело, когда курьёз происходит с арафографией или условной каплей воды, о которой мы рассказывали выше. Но в Арефии же лажа на лажа, даже, казалось бы, в самом скрепном и уропатриотичном. Случаев, когда реставраторы вместо нормальных памятников создают пародию на них, в России в последнее время немало. А порой такие мастера изготавливают по заказу общественности такие шедевры, которые больше похожи на издёвку. Мемориал «Скорбящая мать» был установлен в станице Александрийской Ставропольского края на месте захоронения воинов Великой Отечественной войны 50 лет назад. Видимо, от чувства большого уважения к людям, отдавшим свою жизнь за победу, памятник вообще ни разу не реставрировался. В 1974 году появился тот самый памятник, который до сегодняшнего дня ни разу не реставрировали. Мы ко всему бережно относимся. И вот, наконец, мемориал решили апгрейдить. Но что-то, как всегда, пошло не так. После реставрации памятника черты лица стали неженственными, а вместо чувства скорби о павших, чувство разочарования за то, что результат выполненных работ не оправдал ожидания местных жителей и администрации округа. После так называемой реставрации местные жители опешили от результата и скорбящую мать накрыли от греха подальше, чтобы переделать. Но в интернете всё же всплыли фотки вероятной обновлённой версии скульптуры. Мы ждали профессионального восстановления, когда действительно на голове у женщины будет платок, а не какое-то там вот такое толщинное одеяло на ней надето. А что, собственно, удивительного в таком отношении к мемориалам, посвящённым Второй мировой? Эта тема не более чем уропатриотичный элемент кремлёвской пропаганды. Они 9 мая ждут, чтобы парадики показать, георгиевские ленточки напялить, речи пафосные толкнуть. Свободу Европы и долгожданный мир на планете отвоевали именно наши отцы, деды и прадеды. Но на деле всем в РФ кофиг на миллионы судеб и жизней погибших на войне. Кофиг на ветеранов и, соответственно, памятники, посвящённые тем событиям. Поэтому на болотах регулярно и происходят всякие околопобедные казусы. Скандальная история вокруг памятника защитникам Отечества в Тобольске. Невероятно, но факт. В пригороде города Тобольск в прямом смысле слова установили памятник фашисту. И хоть на памятнике и зияет надпись «Защитникам Отечества», пору засомневаться, какого именно. Ведь на фото оказывается изображён Вернер Гольфберг, военнослужащий вермахта частично еврейского происхождения, ставший фотомоделью в нацистской Германии. Это придумали всякую чушь историческую. Прознавшие об этом местные суперпатриоты, которые в свободное время любят помогать донецким сепаратистам, неистово возмутились и были услышаны. Так на памятнике появился новый «Защитник Отечества». Изображение захватчика сменил другой рельеф, по-прежнему мало походивший на бойца Красной Армии. После этого с обелиской вовсе убрали рисунок, оставив в центре безобразную дыру. Но местные власти призвали не расстраиваться, ведь появилась новая идея. Изображение солдата решено заменить на орден Красной Звезды. Интересненько, как же такое вообще могло произойти? Особенно на фоне постоянно разыгрываемой темы Великой Победы. Просто какая-то чушь. Хотя в Тобольске такие не одни. Что говорить про провинцию, если в самой златоглавой опростоволосились по полной? Всё это меркнет на фоне споров вокруг другого монумента, памятника Михаилу Калашникову. Вот он, сам Михаил Калашников и его автомат. Но на этом художественный замысел скульптора не остановился. И ещё семь автоматов изображены на этом барельефе, но жаркие споры разгорелись из-за этой схемы сборки оружия. Один из элементов его памятника в срочном порядке пришлось переделывать, да ещё и скандал заглаживать. Ведь только вдумайтесь. По оценке некоторых специалистов, на этом чертеже немецкая штурмовая винтовка. Кстати, конструкции не менее знаменитого, чем Калашников, не героя манского конструктора Хогашмайсера. Автор памятника Салават Щербаков с бледным лицом отрицает намеренность, поступка и всяческие провокации. Никакого подвоха в моём коллективе, что кто-то подсунул, это уже просто смешная какая-то история, что какая-то провокация. Щербаков утверждает, что информацию собирали и в архивах, и в интернете. Только вот почему пренебрегли музейной, а оставили то, что гуляет на просторах интернета, ответить не смог. Стоит принять как данность. В интернете бывают иногда ошибки. Вот этот чертёж выставлен в интернете, как чертежи Калашникова. А в этой новости прекрасно всё. В Сергиевом посаде возмущены сексуальным памятником с выпускницей 41-го года. Вердикт короткий – срамота. Ну давайте подробнее. Юноша, как и положено, одет в брюк и рубашку. А вот с девушкой проблемы. На ней платьица с коротким рукавом, но спереди очертания одежды теряются. И прекрасно видна грудь со всеми анатомическими подробностями. А ещё раз глядели – кадык. Шок. Это ж только американцы до такого могут додуматься. А россияне войну чтут, честь блюдут. И тут такое. Чересчур, конечно, показано. Ну, может быть, это и увидение такое? Ну, возможно, всё-таки, раз связано с войной, то надо было как-то более сдержанно сделать. Но беда не приходит одна. Как назло, ещё и скульптор священником оказался. Надо отмазывать по всем фронтам. Хорошо, хоть меценат есть, можно из него козла отпущения сделать. Все встречают восход, да, выпускники любят это делать. И тут самый этот ответственный момент, самый такой романтичный момент, я бы сказал, вдруг начало войны объявляется, начинают лететь бомбы. Бомбы. Какое дело любят выпускники, меценат не поясняет. Но судя по памятнику, на рассвете выпускница почему-то обнажилась. И всё это, конечно же, забавляет, и ещё раз напоминает нам, что Мордор – это совсем не великодуховная и могущественная страна. А скорее государство абсурдов и маразмов. Но не стоит забывать, что государство – это каким бы посмешищем оно ни было. На самом деле очень большое, циничное и кровожадное. Так что не расслабляемся. Всячески поддерживаем и верим в наших ребят из ВСУ, которые каждый день героически дают отпор ползущим оркам и расистам. Больше восьми лет они всеми силами разжигали ненависть. О чём вообще с вами говорить? Разнесём Киев ядерными ракетами. Делали всё, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут. Они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем YouTube-канале, а также на Патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Всё будет Украина!